Москва. Здание Совета Федерации. Именно в этих стенах состоялось пленарное заседание десятых парламентских встреч. В этом году они проходят в мае в преддверии юбилея одного из величайших правителей России Петра Великого. Мы всегда ценим возможность диалога с нашим уважаемым духовенством, с которым у Совета Федерации сложились многолетние дружеские и деловые отношения. Встреча прошла в рамках 30-х международных образовательных чтений к 350-летию со дня рождения Петра I. Секулярный мир и религиозность. Юбилейная дата входит в число приоритетных тем российского исторического общества в 2022 году. Рассчитываю, что празднование Петровского юбилея, уже придавшее мощный импульс историко-просветительской работе, будет также способствовать утверждению идеалов добросовестного служения Отечеству, вдохновлять наших граждан трудовые, творческие, молодежные коллективы на достижение стратегических целей развития страны. Это особенно важно в условиях выполнения России высокой миссии уничтожения нацизма. Также Сергей Нарышкин отметил, что Петру Великому удалось изменить вектор развития России, существенно укрепить ее суверенитет, международный статус и могущество. Председатель РИО выразил уверенность, что предстоящий юбилей Петра I – это и хороший повод для разговора о единстве и непрерывности отечественной истории. Кроме того, в условиях, когда Россия выполняет ответственную задачу по ликвидации опасного очага нацизма на Украине, особую роль приобретает Русская Православная Церковь. Именно она сегодня служит духовным мостом между двумя частями одного народа – между русскими и украинцами. Неприемлемым выглядят любые попытки оправдать не только саму бесчеловечную нацистскую идеологию, но и всех ее сторонников и пособников. Такие попытки способны вызвать лишь глубокое моральное отторжение и справедливое негодование. И вот попытки реабилитации, в частности на Украине, тех, кто был связан с немецкими нацистами, увековечения их памяти – все это является знаком презрения к жертвам Великой Отечественной войны. В том числе и к жертвам, понесенным украинским народом. Участники заседания также осмотрели сразу две выставки, подготовленные при поддержке российского исторического общества. Замечательная выставка, посвященная жизненному государственному пути Петра Великого. Причем Государственный исторический музей представил на этой выставке и оригиналы из своих коллекций, уникальные портреты Петра, иконы Петровского времени, изделия ювелирные. Еще одна выставка – лики Древнего Собора. В экспозицию вошли репродукции фресок Владимирского Собора Сретенского монастыря. Основанный более 600 лет назад, обитель и поныне стоит на том месте, где в 14 веке москвичи встречали Великую Святыню – чудотворную Владимирскую икону Божьей Матери. На место будущего храма ее принесли ради спасения московского княжества от полчась Тамерлана. Народная молитва была услышана – враг отступил. Сегодня Сретенский монастырь – единственный в Москве обладатель сохранившегося ансамбля монументальной живописи времен Петровской эпохи, уникального и малоизученного. Авторы фресок неизвестны, однако исследователи полагают, что они были выполнены костромскими мастерами. Недавно уникальные фрески были бережно отреставрированы. Служба информации фонда «История Отечества».